Продолжаем серию наших интервью. Максим, мой следующий гость. Максим, доброго дня. Как ваше настроение? Хорошее настроение еще. Я смотрю, что после вашего выступления все хотят с вами лично пообщаться. Практически невозможно вырвать вас на короткое интервью. Думал, скажете, что после выступления все из зала стали уходить. Нет, наоборот. Я смотрю, что все проявляют такой неподдельный интерес. Расскажите, какую компанию вы представляете? Кенгуру. Компания, которая продает товары для дома, ремонта и сада. Это не та кенгуру, у которой в Москве товары для беременных. Мы работаем в Ивановской, Костромской, Ярославской, Владимирской областях. В Москве и Московской области мы есть. Там Йохоум у нас в Москве. Навыхино наш магазин называется. Йохоум – это наш суббренд. Мы с ним решили выходить в Москву. Вот, собственно говоря, это компания, которую я представляю. У нас есть традиционный вопрос для всех гостей. Это, можно сказать, такая рубрика тренды. Все говорят там про ЗОЖ, про использование каких-то экологически чистых материалов. Какие тренды существуют в вашем бизнесе? Первый тренд, который должен отметить, когда про ритейл говорить нужно, это уменьшение денег у людей. Мы, так как в регионах работаем, это видно. Последние несколько лет число денег у народа уменьшается. Это накладывается на усиление конкуренции в разных совершенно срезах. Вот Леруа Мерлен, известная нам сеть в Иванове, начинает работать буквально через пару недель. Это для нас такой серьезный игрок на нашем рынке. Ну, с ними мы в Ярославле стоим, там, в Костроме, в Москве, тут в области они недалеко. Но, тем не менее, и они не одни. Очень много игроков. Знаете, как мы говорим, такой кругооборот хозяйственных магазинов в природе существует. То есть, с одной стороны, у людей уменьшается количество денег, а с другой стороны, усиливается конкуренция. Вот эти бы два противонаправленных тренда я бы выделил как итог даже не то, что, наверное, 19-го года, а последних лет. Вот покупательская способность, вы говорите, она уменьшается, и, грубо говоря, люди там более осознанно подходят в тратить денег. Что нужно делать для того, чтобы привлекать новых покупателей и удерживать старых? Слушайте, ну, в вопросе подвох, вот в Аранской области, к примеру, живет миллион человек. Вот ты хоть и тресни, а все равно их больше не водят там. Проблема в том, что каждый новый ритейлер, каждый новый канал, ну, не знаю, Alibaba там или Wildberries, ну, кто там же, они появляются, они у этого миллиона людей берут какое-то количество денег. Поэтому тренд, если вы спросили, какой тренд завтрашнего дня, да, то… Это мой следующий вопрос, да. И тут только ленивый про это сейчас не говорит последние несколько лет. Это не канальность, это возможность подойти к каждому из потребителей тем способом, которым удобнее этому потребителю. То есть вот с одной стороны у покупателя меньше денег становится, с другой стороны он становится более требовательным, более избалованным. У него есть свой уже подход, свой стандарт, как, по его мнению, должен торговый оператор работать. И по мнению покупателя этот торговый оператор должен быть омниканальным. То есть должен быть физический магазин в удобном месте, должен быть интернет-магазин с понятным интерфейсом, должна быть логистика хорошая, бесплатная доставка, быстро, там, прочее, прочее. Вот это вот… и это некие ножницы, которые… Следующий вызов, который из этих вот ножниц вытекает, это уничтожение рентабельности. Много на этот рынок выходит временщиков, просто случайных людей. Да и мы же знаем с вами, написано об этом в широкой литературе, что многие компании убыточные, которые на этом рынке работают. Здесь вот эта вот проблема, как вылавировать между этими подводными камнями. Ну вот этим, собственно говоря, занимаемся, этим живем. Тогда задам вам такой вопрос, что можно пожелать retail.ru в честь 20-летия, потому что повод, который нас сегодня собрал, это вот такая круглая дата. И индустрии в целом. Хорошее дело делаете вы, как retail.ru. Хорошее дело делаем мы, как индустрии в целом. У нас на бейджике на моем миссии компании написано. Мы помогаем людям обустроить свой дом и жить лучше. Это вот миссия любого человека, который в торговлю приходит, помогать людям. И миссия retail.ru такая же. Вот я хочу вам и нам пожелать выполнять нашу миссию лучше, чтобы больше и больше наших людей жило лучше. И мы им в этом всячески помогали. И всем нам я хочу пожелать завершения финансового благополучия, потому что все-таки мы делаем это для чего? Все тут, все связано оно. Потому что, знаете, студентам вот так показываю ладошки, говорю, вот это вот миссия, а это прибыльность. Если миссия не выполняется, то компания будет неприбыльна. А если миссия выполняется, но денег нет, то тоже компания закрывается. Поэтому эти две части одного целого, чем большему количеству людей мы поможем, из работы при этом, тем всем вокруг будет лучше. Хочу сказать вам большое спасибо за ваше экспертное мнение. Я уверен, что мы встретимся с вами в 2020 году и возьмем еще не одно интервью. И посмотрим, насколько тренды действительно соответствуют правде. Живем, увидим. Спасибо. 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 Продолжение следует...